Я передаю слово Дмитрию Добровольскому, компанию B2B Research и компания, второе название, Delta Management. Я здесь сейчас вам расскажу про вещи немножко другие, не маркетинговые, а скорее финансовые. Я вот тоже сидел, сейчас слушал. В общем-то это прекрасно смотреть на все вещи в цифре и в коммуникациях. Жизнь идет. Я могу сразу сказать, что мы как консультанты в основном такое не делаем и не умеем, потому что консалтинговый бизнес, он вообще такой традиционный и там чаще спрос превышает предложение. Как раз в силу того, что консультантов готовить очень долго и практически не получается, если ты умеешь что-то делать очень узкое и хорошо, не получается успевать за этим спросом. Ну вот все эти вещи, которые сейчас показывали в первом выступлении, во втором звучат совершенно замечательно и хочется как-то хочется как-то сразу что-то такое даже сделать и научиться. Значит, я вам сейчас расскажу перед кофе-брейком такую очень скучную вещь, связанную с финансами, поскольку мы довольно давно занимаемся стратегией и в последнее время стали заниматься стратегией и инновациями с нашими клиентами. Мы заметили, что у большинства организаций существует один некий значимый недостаток, который мешает им делать и двигаться вперед с тем, что мы им советуем. И после этого мы сделали небольшой продукт и вдруг неожиданно он так выстрелил и стал очень популярным. Сейчас мы забукированы примерно месяцев на 5 вперед по вот этому продукту и нам показалось, что это правильный момент его показать. Этот продукт, он, это вы потом почитаете, собственно, мы специализируемся на эффективных коммерческих стратегиях. Этот продукт, он называется создание учетной политики для компаний среднего и малого бизнеса. В основном бизнеса, наверное, среднего, но у нас были клиенты с оборотом от 30 миллионов в год и вроде как это тоже им помогало. Значит, я хотел бы начать с того, что я вам покажу несколько мифов, с которыми постоянно сталкиваемся. Собственно, я не буду много про них рассказывать, но мы потом в конце можем к ним вернуться. Вот, значит, миф первый – это то, что в компании нет прибыли из-за неграмотных маркетинговых людей или плохих отделов продаж. Миф второй – прибыльность компании зависит от ширины торговой линейки. И миф третий – это то, чем больше людей, тем больше прибыли, ну, естественно, в организации. Вот, мы поговорим с вами о немаркетинговых показателях бизнеса, о финансовых показателях, о ширине продуктовых линеек и о том, надо ли считать то время, которое ваш персонал тратит на определенные вещи. Но вот, что важно, я хотел бы показать вам пять этапов. То есть то, собственно, из чего состоит этот продукт. На самом деле, это не так страшно. Вот тот продукт, про который я рассказываю, он очень короткий, он занимает всего несколько недель, но вот он состоит из определенных этапов. И я, прежде чем расскажу про эти этапы, я хотел бы нарисовать вам вот эту довольно банальную вещь, просто чтобы к ней несколько раз обращаться, про то, из чего, собственно, складывается прибыль организации в финансовом разрезе. Ну и, может быть, кому-то это будет полезно. Вот если мы предположим, что есть некий сосуд, который состоит из оборота компании, то вот он наполняется следующим образом, и мы обычно так это расписываем. Вот представьте, существует у вас некий продукт, и по нему приходит некая прибыль. То есть есть продукт, и вы его продаете за 100 рублей. Вот у продукта есть себестоимость. Дальше. Существует две замечательные вещи, про которые тоже уже много говорили. Это расходы на продажи и на маркетинг. Маркетинг – это вот и не только коммуникационные вещи, про которые говорились, но и разные другие. Это может быть и создание продукта, и многие разные другие вещи. Но давайте сейчас это обозначим. Маркетинг и продажи. Причем имейте в виду, что и маркетинг, и продажи включают в себя расходы, собственно, на людей, которые это делают, а не только на сами действия. Очень часто в малом бизнесе, и вы наверняка встречались с этим, путают, говорят, вот маркетингового человека же взяли на работу, ну вот пусть он делает. То есть больше денег тратить не будет. Ну вот там, собственно, маркетинг, когда он считается в финансовом плане, это, собственно, стоимость как раз маркетинговых людей плюс стоимости того, на что они потратят деньги. Будь то разработка продукта, брендинг или какие-то коммуникационные расходы. А продажи – это расходы на людей, которые продают. И часто в малом бизнесе это тоже бывает так, что продают собственники, зарплаты себе не платят, надеются на прибыль компании. Ну вот как это считать, это как раз либо задайте вопрос потом, либо мы чуть-чуть об этом поговорим. Потом существуют так называемые общихозяйственные расходы, которые вам тоже нужно покрывать. Офис, какие-то необходимые общие вещи, интернет, там, зависит от бизнеса. Но в основном эти расходы бывают маленькими, бывают большими, но у всех бывают. И после этого у вас, если вот этот ваш оборот, эти ваши сто рублей, то вот эта разница и есть ваша прибыль. Так вот, собственно, в чем состоит продукт? Дайте посмотрим. Дайте посмотрим. Куда-то я утерял уже. Значит, первым делом мы помогаем компаниям распределить прямую себестоимость по продуктовым линейкам. То есть другими словами мы говорим, вот ваша организация, представим, что вот это оборот по всей вашей организации. Но допустим, у вашей организации три продукта, а не один. И саму себестоимость тоже необходимо распределить по вот этим трем продуктам. То есть делать это продукт номер один, продукт номер два и продукт номер три. Я их по-разному заштрихую. Почему это важно? Потому что даже в самой себестоимости есть некие вещи, которые вы платите вместе. Например, склад, если это продукт. В сервисе это может быть какая-то выставка, это может быть какой-то вебинар, на котором вы рассказываете про все вместе. То есть если вы подумаете, то очень много вещей, которые фактически в себестоимости самого продукта, они могут быть вместе и нуждаются в разделении. Вот мы считаем, что в первую очередь должна быть разделена себестоимость. Ну, продукт обычно легче рассматривать с этой точки зрения, потому что он материален, и там эта себестоимость, она тоже более материальна. Хотя в услуге это тоже делается. Затем наступают маркетинговые продажи. Вот маркетинговые расходы, они обычно целевые, но не всегда. То есть опять же, если вы приходите на конференцию и рассказываете про два ваших продукта или как бывает рассказывают про целую организацию, то естественно тоже вам как-то это надо распределить. Продавцов тоже распределить непросто. И на это существует вот этот второй этап распределения расходов на продажи и маркетинг по тем же продуктовым линейкам. То есть вы точно так же должны каким-то образом вот таким взять и распределить эти расходы. И я сейчас не хочу сказать, что я вам расскажу как, потому что методологии на это много, и этому поверьте посвящено много разных способов. Но суть того, что мы пытаемся сделать, это максимально упростить вот эти способы и рассказать о том, что буквально их существует 2-3 подходящих. Потому что сложные финансы, они дальше подразумевают довольно много разных нюансов. Для большинства компаний в среднем и малом бизнесе это практически не нужно. Но то, что эти нюансы бывают, это вот совершенно безусловно. То есть другими словами, у нас получается какая-то прямая себестоимость. И мы знаем, что прямая себестоимость продукта А, она может составлять 5 рублей, а продаем мы его за 100. А прямая себестоимость продукта Б может составлять 50 рублей, а продаем мы его тоже за 100. Маркетинговые расходы точно так же. То есть может быть мы фактически идем на выставку только ради продукта номер 2. И тогда основные расходы, они как раз собственно и должны лечь на продукт номер 2. Потому что мы сами понимаем, что не ради продукта номер 1, не ради продукта номер 3, на выставку мы не пойдем. Поэтому почему же мы должны относить расходы на продукт номер 1 или номер 3. Точно так же общихозяйственные расходы. Может быть общихозяйственные расходы нам нужны исключительно для того, чтобы продавать продукт номер 3. Офис, секретарша, еще что-нибудь. Интернет в офисе. Это казалось бы нюансы, но эти нюансы по сути определяют то, на какой из продуктов вы можете тратить деньги и на какой из них вы должны обращать внимание. Поскольку иначе вы можете начать тратить деньги на продукт, который не приносит вам денег, который сложно продвигать и дорого. И который в конечном итоге может быть заставляет вас нести дополнительные расходы, которые вы даже не понимаете. А дальше мы в четвертом этапе распределяем прибыль до налогов. И это уже достаточно техническая вещь, а главное то, что мы пишем учетную политику. Суть которой как раз состоит в определенных правилах, очень простых, которые говорят вам о том, как эти самые расходы распределять по продуктовым линейкам. Для того, чтобы вы увидели, конечную прибыльность вот здесь уже по каждому из продуктов. И другими словами могли сказать, что вот столько-то в конечной прибыли мне приносит продукт номер один, вот столько-то мне приносит продукт номер два или может быть даже вот столько-то. А вот это, так это убыток, это с продукта номер три. Основные мы здесь, мы здесь включили их, но в общем-то это, конечно, скорее для справки. То, что рассматривается всегда и всегда у компании, должно быть в каком-то виде для того, чтобы она понимала свое собственное здоровье. Изменение денежных средств может быть не так важно, вы часто его видите и часто, собственно, сам отчет о прибылях и убытках может быть в современных учетных политиках завязан на это. Но то, что у любой компании должен быть так называемый P&L, отчет о прибылях и убытках, хотя бы, это совершенно обязательно. И то, что как минимум руководители департаментов должны ориентироваться в своей деятельности на это, это тоже обязательно. Поверьте, хорошим примером всегда является то, что когда приходит руководитель департамента в крупную компанию и спрашивает, за что я буду отвечать, ему говорят, будешь отвечать за P&L, вот того, что будешь делать. И, в общем-то, это действительно так. То есть приходит человек, который отвечает за какой-то продукт, а по сути в организации он отвечает вот за этот простроенный P&L по этому продукту, и больше организации от него ничего не нужно. Итак, это этапы. Это вот, собственно, дополнительная вещь, которую мы показываем и по тому, как строится расчет себестоимости. Существует такой способ, вы, наверное, слышали о нем, это цепочка добавленной стоимости. Вот саму себестоимость в основном считают по цепочке добавленной стоимости. Это очень хороший инструмент. Он обычно, вот мы показали здесь, как он считается для продукта, потому что для продукта его всегда просто и весело посчитать. Это продукт, доставка до вашего склада, стоимость склада, доставка до клиента. Если существует какая-то внешнеэкономическая деятельность, то там добавляется еще вот эти все веселуха, связанные с таможенным оформлением, с оплатой дополнительных каких-то платежей. Иногда нужно НДС доплатить, иногда нужно какую-то пошлину доплатить, иногда кто-то знает, как ее заплатить, но меньше. Но в любом случае у вас появляется некая себестоимость. И вот, собственно, это и есть себестоимость вашего продукта. Дальше у нас есть вот эти самые маркетинговые расходы на маркетинг и продажи, которые состоят из отдельных продуктов и которые могут быть разные. И вот это очень важно понимать. Потому что иногда существуют такие продукты, или услуги, в которые они такие заводные, интересные, смешные иногда, кажутся перспективные, инновационные или какие-то еще. И вот в них-то вы и вкладываете все ваше время, внимание, усилия ваших продавцов и затраты на маркетинг. А по сути оказывается, вот когда вы начинаете это считать, что там мало что есть. И по факту, и может быть перспективно. Мы сейчас все-таки не говорим о перспективах, мы говорим вот об этой скучной работе учета и контроля. Хотя вот эта же работа, она может точно так же проецироваться и на будущее. То есть то, что вы можете делать по факту, точно так же вот эти же документы вы можете проецировать в будущее и приблизительно считать, как оно будет в будущем. Затем у нас есть прибыль, из которой мы вычитаем вот эти самые общихозяйственные расходы. И в конечном итоге мы как раз и получаем конечную прибыль. Но уже эта прибыль, она не из общего котла, а она размешанная по продуктам. Видите? Мы здесь включили специально вот такой очень простой слайд, в котором говорится, что даже такие довольно банальные вещи, как зарплаты проектных менеджеров, можно распределять по продуктам. На это существует тоже 2-3 неплохие методики. И эти методики вот можно использовать. Суммируя все то, что я сказал. Управленческий учет и учетная политика включают в себя консолидируя информацию по бизнес-единицам и всем видам расходов. Под бизнес-единицами вы можете понимать как свои филиалы, так свои продуктовые линейки, свои проекты или сервисы. Позволяет анализировать доходность по категориям продуктов, их же услуг. Допускает использование прогнозируемых расходов и доходов, потому что вы можете точно так же форвардно делать бюджет и его исполнять. Представляет собой уникальную систему, созданную под запросы необходимости текущего бизнеса, поскольку там учитываются некие моменты, связанные с тем, как вы работаете, как вы учитываете и кому вы что платите. Является понятным для собственника, не владеющего терминологией бухгалтерского учета. Немаловажная вещь, поскольку часто эти вещи не пересекаются в физическом пространстве, и многим людям, владеющим бизнесом, фактически ведущим его, кажется, многое из того, что объясняется им финансовыми директорами, очень непонятно. То есть вот это важный момент. Если у вас есть какие-то вопросы, у нас здесь присутствует еще партнер Delta Management Анастасия Михайловна. Вот она в уголке там сидит. Вы, пожалуйста, к ней подходите. Она вам с удовольствием все пообъясняет более подробно. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, меня зовут Игорь, компания ТЭС. Что такое продукт? Вы рассказываете, разделить себестоимость по продуктам. Что такое продукт? Казалось, не сообразно делить красные, зеленые коробочки или просто коробочки? Или вообще это по отделам? На каком уровне целесообразно разделять по продукту? Вот эта штука, цепочка добавленной стоимости, она обычно подсказывает, где начинается один продукт и заканчивается другой. То, что вы спрашиваете, иногда является предметом одних из самых длинных дискуссий в организации, когда строится учетная политика. То есть я видел категоризацию продуктов глубиной, вот глубиной, представьте, в семь уровней, когда люди смотрят на это и говорят, ну да, вот здесь, это медицинская компания, которая занимается лабораторной диагностикой. Они говорят, вот здесь кюветы, эти кюветы разделяются на производителей, ну там чашки Петри, они разделяются на производителей, они разделяются на среды внутри этих чашек и еще на что-нибудь. И, возможно, на качество, и на пластик, фарфор, и на многие другие вещи. Но в конечном итоге продукт, не надо относиться к нему, как к святой корове. Продукт – это то, что вы определяете для себя как нечто цельное. Иногда это бывает по потреблению, иногда это бывает по клиенту. То есть вот есть клиент, который потребляет у вас продукт. Но, в общем, это одна из тех вещей, которую вы должны определить сами. Счастье для тех, у кого мало продуктов. Вот посмотрите на крупные компании потребительские. Они же совершенно счастливые люди, какие-нибудь Coca-Cola или еще кто-то. Продают Coca-Cola, Fanta. И в Coca-Cola у них, не знаю, шесть типов бутылок. Все, больше ничего нет. Я помню хороший кейс, который долго мы солили, вот лет 10 назад был ChocoPie. Тоже прекрасные люди, у которых буквально там два с половиной продукта наименования, и все, больше ничего нет. Большой бизнес. В B2B, конечно, не так. Там вот много продуктов. И там часто вот тот случай, который я рассказываю, это в B2B 20 тысяч наименований. Там мы предлагали им немножко его сократить, но это не было целью нашей работы с ними. И там, в общем, по-моему, им так не удалось это. Но 20 тысяч наименований, это, в общем-то, количество продуктов в очень хорошем супермаркете. Наверное, уже даже не в нашем. Много. Поэтому аккуратнее с продуктами, аккуратнее с продуктовыми линейками. Видите, каждый раз, когда вы вводите новую продуктовую линейку, и это возвращаясь к одному из тех мифов, вы какое-то количество ваших общехозяйственных, маркетинговых и расходов на продажи вы туда кладете по определению. Людей иногда путает то, что это вещь дискретная. Ну, то есть, казалось бы, вот у меня три продавца, и я сейчас введу четвертый продукт. Но те же трое и будут продавать. Но, в общем, в какой-то момент, если вы введете четвертый продукт, может, они и будут продавать. Но если вы введете пятый, может быть, потребуется еще один. Еще, пожалуйста. Все, спасибо. Можно сказать, боль нынешнего интернета, нынешнего маркетинга, потому что большая часть специалистов сейчас молодого возраста, до 30 лет, они забывают, что есть еще оффлайн, все сидят в интернете, забывая о том, что есть еще, как бы так называемый, последняя миля, что нужно с людьми еще общаться, как-то коммуницировать, что-то для них делать в оффлайне, начиная там от визиток простых, заканчивая сериями решениями. И вот об этом давайте и поговорим. Первым у нас будет Дмитрий Новоченков. Дмитрий. Да, здравствуйте. Я надеюсь, все набрались силы и энергии после кофе-брейка. Собственно, да, как меня уже представил Олег, меня зовут Дмитрий Новоченко. Я занимаюсь аналитикой и маркетинговыми исследованиями в компании Mercator Holding. Мы занимаемся дорожной техникой, то есть, скорее всего, если вы сегодня ехали сюда, вы могли видеть нашу технику, потому что процентов 90 из того, что там убирает дороги в Москве, это наша техника, вот, также в большинстве регионов ситуация. Вот. И сегодня я хотел бы рассказать о поиске новых клиентов и оценке эффективности работы с ними при помощи CRM-системы. Собственно, да, так как я уже сказал, мы работаем на рынке коммунальной и дорожной техники, поэтому мы являемся достаточно классическими представителями, достаточно консервативного B2B рынка. Вот. И я думаю, все из нас так или иначе сталкиваются в своей работе с такими вопросами, как сохранить уже существующих у нас на данный момент клиентов, как развивать с ними отношения, где найти новых клиентов, как повысить свою долю на рынке и развить ее. И я думаю, что в этом нам очень сильно может помочь понимание наших клиентов, аналитика того, что происходит на рынке, какие тенденции преобладают. Вот. И зачем же нам нужна аналитика, я думаю, можем посмотреть на примере жизненного цикла клиента. То есть для начала мы должны найти этого клиента, затем мы должны как-то его привлечь, после чего начинаются какие-то наши взаимоотношения с ним, работа, мы что-то ему продаем. После этого мы хотим, конечно же, перевести его в статус нашего постоянного клиента. Если он уходит, то мы хотим его каким-то образом вернуть. Собственно говоря, на всех из этих этапов немаловажным будет понимание клиента того, чего он хочет. Если он уходит, то почему он уходит, что к этому привело. Возможно, это какой-то естественный уход, что он ушел из бизнеса или там диверсифицировался, ушел в другой бизнес и наши товары ему не нужны, но это может быть какой-то банальный ответ, то что его не устроило наше приложение, или там вышел какой-то конкурент с более интересным приложением, ну или там наш менеджер ему там банально нахамит. И, собственно говоря, для отслеживания всего этого нам нужна CRM-система. Собственно говоря, я думаю, все из вас знают, что это такое. Тем не менее, здесь на флайде вы можете увидеть определение, которое нам дает Википедия. То есть CRM – это аббревиатура Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с клиентами. И, соответственно, это программное обеспечение, которое позволяет нам управлять этими взаимоотношениями. Собственно говоря, как выглядит схема взаимодействия маркетинга и продаж во многих компаниях до сих пор. То есть отделу маркетинга руководство выделяет энное количество денег, на которые отдел маркетинга проводит некоторые активности, которые трансформируются в лиды. Эти лиды передаются в департамент торговли. И далее департамент торговли пытаются трансформировать их уже готовые сделки. На наш взгляд эта система осталась в достаточно малом количестве предприятий и взаимоотношения с клиентами они с каждым годом все более и более усложняются. После того, как менеджмент понимает, что этого недостаточно, начинает внедряться серая система, начинают внедряться какие-то KPI, менеджеры их пытаются выполнять с разной степени успешности, после чего приходит понимание, что нужно расширять с одной стороны нашу клиентскую базу, с другой стороны нам нужно понимать наших клиентов, сегментировать, сделать наши предложения более адресными. Собственно говоря, как там сказал один из предыдущих андеров, устраивать такие любовные отношения, нам нужно сначала присмотреться к нашим клиентам. Собственно говоря, у нас эта система трансформировалась в том, что мы, имея уже какие-то наши представления о наших товарах, о том, что мы имеем, о наших рынках, мы проводим какие-то исследования из различных источников, о которых я расскажу вам далее, находим какие-то новые для нас рынки или просто неохваченных клиентов, пытаемся найти о них более подробную информацию, используя разные как открытые источники, так и различные сервисы по оценке контрагентов, такие как Spark, также такие источники как аналитику СМИ, в частности там наша компания очень тесно связаны и наши клиенты так или иначе связаны с госорганами, которые выделяют средства на содержание дорог, соответственно для нас очень важно отслеживать какие-то веяния, которые происходят в регионах, о чем там сказал губернатор, куда будет направлена политика в регионе, соответственно далее всю эту информацию мы уже видели какого-то конкретного клиента и его карточки передаем менеджерам через CRM систему в отдел продаж и далее после того как они проводят работу с этим клиентом и получают какой-то фидбэк от него все это далее уходит на новый круг, то есть это анализируется опять-таки мы получаем какие-то гипотезы, вопросы и далее снова проводится исследование и собственно говоря получается такой некий замкнутый круг. Собственно говоря на этом слайде вы можете увидеть какие-то вещи, которые неплохо было бы знать о клиенте, то есть это какие-то его финансовые показатели, чистая прибыль, выручка, тендерная информация, какие контракты возможно он получил, количество закупаемых им товаров, Также то, что мы получаем уже на основе наших взаимоотношений с клиентом это звонки, встречи, результаты этих звонков или встреч, договора, что клиент у нас покупал. Собственно говоря, далее на основе этих данных мы относим клиента к той или иной категории. Вот собственно говоря, здесь вы можете увидеть источники информации, это веб-аналитика, которую мы получаем сайтов, это анализ СМИ, это различные статистические источники, которые можно закупить, то есть для нас это какие-то базы техники, это тендерные площадки и это информационные сервисы проверки контрагентов. Ну также, конечно же, все мы можем использовать Google, Яндекс и остальные сервисы. Вот помимо информации о компании в итоге решение о покупке чего-то принимают конкретные люди и соответственно нам нужно знать их, знать их предпочтения, интересы, о том, что им нравится, не нравится. Важно знать, наверное, когда у человека день рождения, чтобы сделать ему какой-то приятный сюрприз, который опять же отвечает каким-то его личным характеристикам. И если мы это сделаем, наверное, клиент нас запомнит и это будет плюс по сравнению с конкурентами. Вот. Как одну из таких крайних точек методик оценки клиентов, я хотел бы привести методику BANT, это оценка по бюджету, авторитетности, потребности и срокам. То есть бюджет это если у клиента на данный момент средства на наш товар, авторитетность это имеет ли тот человек, с которым мы общаемся полномочия на то, чтобы произвести покупку или нам нужно как-то выходить на другое лицо или там выстраивать отношения с этим человеком, чтобы он мог повлиять на своего босса или кого-то еще. Это потребность, есть ли у клиента потребность в товаре. И срок это время, то есть есть ли она у него на данный момент. То есть на нашем примере могу сказать, что у нас достаточно сезонный рынок и там если мы позвоним клиенту, который убирает там дороги от снега летом, ну наверное ему будет неинтересно в этот момент купить технику. А если мы ему позвоним там где-то осенью там непосредственно перед началом сезона с большой вероятностью мы попадем именно в то время, когда он имеет и бюджет и хочет ее приобрести и у него есть такая нужда обновить свой парк. Собственно говоря, дальше после того, как мы до этого ну вот та методика банта это некая такая крайняя точка, то есть она предполагает то, что мы не приступаем к работе с клиентом не если мы не получили положительные ответы на все вот перечисленные здесь вещи. На мой взгляд, то есть для нас рынок, он достаточно узок, то есть и мы знаем почти всех клиентов и клиенты знают нас и мы не обладаем такой роскошью, как с кем-то не работать. То есть наверное для B2C рынка это та модель более подходит для нас. Мы наверное более пользуемся системой сегментации ABC, то есть мы на основе неких натуральных и финансовых показателей сегментируем потенциальных клиентов. Далее после того, как мы их отсегментировали, выбрали наиболее предпочтительных для нас и провели с ними работу, уже после этого, после того, как наши менеджеры поработали с ними, мы можем отсегментировать те результаты, которые мы получили. эту сегментацию можно привести, например, на основе RFM анализа. То есть это резинси, фриканси и монетари. То есть резинси это у нас давность нашего контакта. Чем недавнее был контакт, тем клиент свежее и тем выше вероятность того, что мы можем продать ему что-то еще. Фриканси это насколько часто клиент у нас что-то покупает. и монетары это объем средств, которые клиент потратил у нас. Соответственно все это можем увидеть на данном графике. То есть в данном случае вот это вот по шкале X у нас находится давность, по шкале Y у нас находится количество покупок, которое совершил клиент и в данном направлении у нас находится объем средств, которые он потратил. Соответственно в правом верхнем углу находятся наши самые лучшие клиенты. Это те, которые покупают у нас много, часто и постоянно. Клиенты, которые купили у нас недавно и купили свой первый товар, они находятся внизу. И клиенты, которые купили у нас один-два товара, после чего ушли, они находятся у нас в нижнем левом углу. Соответственно клиенты, которые когда-то были нашими VIP-клиентами, но почему-то перестали ими быть, они находятся в левом верхнем углу. Соответственно для каждой из этих категорий будет разная работа. Здесь мы можем увидеть ее. Соответственно, если это VIP-клиенты, то там нет смысла предлагать им какие-то скидки, они и так у нас покупают. Для них нужно предложить VIP-сервис, VIP-обслуживание, им нужно дарить какие-то персональные подарки. Их нужно любить, их нужно уважать, то есть это должен быть личный менеджер, который должен быть на связи и всячески их увлажать. С теми клиентами, которые еще не дошли до уровня VIP, им нужно приложить что-то еще, как-то персонифицировать приложение, понять их потребности. Например? Например, это компания, которая занимается содержанием дорог, но она при этом еще их и строит. Мы в ходе бесед с ними можем понять, что им нужна еще строительная техника или у нас в арсенале помимо больших машин, которые убирают дороги, есть тротуары уборочной машины. Мы можем понять, что им нужна эта техника или им нужна какая-то консультация по работе с техникой. Возможно обучение сервисной службы. И все это сделает клиента лояльнее и поможет перевести его в раздел VIP. Клиент, которые только пришли к нам, их нужно обучить, рассказать им о товаре, который они купили, потому что, как показывает практика, зачастую руководство приняло решение купить, а в конечном счете для нас им пользуются какие-то механики. после того, как товар куплен, зачастую они не умеют до конца с ним обращаться и не могут использовать до конца все те возможности, которые эта техника им предоставляет. с бывшими клиентами, которые совершили первую покупку и ушли с ними. Ну, то есть нужно им позвонить, понять, почему же они ушли, что их не устроило, попытаться их как-то вернуть, если это не получается. Но это, наверное, клиенты, которых сложнее всего вернуть. Как возвращаете? Как возвращаем? Вот как вы вначале же сказали, что лучше клиентов вы ублажаете. Вот какие методы вы ублажения используете? Какие методы ублажения мы используем? Ну, разные методы. Баня присутствует? Конечно же, они присутствуют. Это разные методы. Ну, то есть опять же, это зависит индивидуально от клиента. То есть нужно понять, какие проблемы в первую очередь сталкиваются клиенты, что его не устроило в нашей технике. Возможно, она у него там сломалась по какой-то причине. И в таком случае там нужно немедленно там договориться с ним о том, чтобы к нему выехали сервисные, наша сервисная служба, поправила это все и сделала так, чтобы в будущем такого не возникало. Возможно, это также могло произойти по причине, опять же, того, что такое бывает, что когда мы поставляли технику, там работали одни люди. После чего там какой-то механик уволился или там целая группа механиков уволилась и пришли какие-то новые люди, для которых эта техника в новинку и они там начинают с ней работать какими-то, как они это представляют, она ломается или она работает не в том виде, в котором они хотели бы и, собственно говоря, с этого начинаются проблемы. Собственно говоря, их нужно выяснить и дальше уже понять, как с этим быть. Вот. Ну и на самом деле бывшие лучшие клиенты это самый главный вопрос, потому что если уходят крупные клиенты, если их много, это большая проблема. Также, собственно говоря, когда мы построим эту табличку, мы, собственно говоря, сможем понять глубину наших проблем. То есть, если у нас достаточно большое количество клиентов находится здесь или в особенности здесь, то мы можем понять, что у нас достаточно большие проблемы, потому что если люди к нам приходят, делают одну-две покупки и сразу же уходят, то, видимо, мы делаем что-то не так. В особенности, если это такой рынок, где важны взаимоотношения с клиентами, где выстраиваются долгие отношения и, в общем-то, клиент долго не выходит из бизнеса и покупает что-то в долгосрочной перспективе. Собственно говоря, у меня все. Может быть, есть какие-то вопросы? Вопросы? Приветствую. Меня зовут Денис Услов. Я представляю компанию Selden. Мы агрегатор информации из открытых источников, конкурируем со спарком. Хотел поинтересоваться у вас. Вы данные, которые получаете, в том числе от спарка из открытых источников, вы как-то интегрируете себя в CRM? Да, конечно. Мы их, как я говорил уже, безусловно, интегрируем. И на этапе того, как мы клиент, не клиент, а компанию начинаем изучать. Даже если мы с ней не работаем, мы так или иначе заходим в спарк, вашу систему, я тоже знаю, Selden. Мы заходим и начинаем смотреть, что это за клиент. То есть в таких системах можно достаточно удобно увидеть какую-то выручку, чистую прибыль, что уже может дать нам какие-то первые данные о величине компании, о сфере деятельности, в которой компания работает. В какой-то мере это может понять нам рынок. То есть компании, которые работают на рынке, то есть там можно зайти в подобную систему и посмотреть последнее. Я понял. То есть вы берете и переходите в спарк и смотрите информацию, так? Просто многие компании сейчас идут в тему того, что они хотят видеть данные, которые есть в спарке у себя в CRM. Делают дополнительные поля, там в карточке компании выручка, чистая прибыль, и у нас есть решение, которое позволяет интегрировать. Как вы думаете, насколько было бы удобно для вас? Да, конечно, можно было бы подумать. Спасибо. B2B-шни продали. Здравствуйте, Максим Куприянов. Скажите, пожалуйста, я здесь. Если фреквенсии очень низкие, ну то есть есть виды, особенно B2B-бизнеса, когда клиент купил один раз и больше ему не надо, то есть мы решили его проблему. Как тогда его возвращать? Запускает ли новый продукт? Ну то есть у вас, наверное, вы с этим тоже сталкиваетесь, но вы, наверное, на обслуживании ваших машин зарабатываете большее количество моржей, нежели на поставку самого оборудования. Что делать, например, в строительном бизнесе или в B2C, это покупка квартиры. То есть человек купил один раз, ему больше квартира не нужна, ну то есть пока он там не расширится семьей. Спасибо. Ну, наверное, в случае покупки квартиры здесь, наверное, да, это какая-то продажа сопутствующих услуг или, я знаю, многие строительные компании, то есть я сам какое-то время там бывает останавливаюсь в апарт-отелях, то есть они там строят и продают там свои то, что они построили, то есть и в том числе различным бизнес-структурам, которые впоследствии их сдают и далее там уже через управляющие компании, которыми они зачастую там владеют, они предоставляют услуги там по ремонту, по там всему остальному, то, что связано с обслуживанием здания. То есть возможно это уход в какие-то такие подобные рынки. Ну, то есть получается, если мы хотим увеличить АУПВ, да, там мы должны быть и услуги буквально или там разовая строительство. Ну, если да, если это какая-то именно разовая покупка, да, там для нашего рынка это очень часто бывает, frequency у нас тоже достаточно долгая, то есть у нас там клиент может купить машину и год мы там можем его в принципе не видеть. Ну, то есть мы там с ним как-то общаемся, выясняем там все ли ему понравилось там, но собственно говоря он там произвел там раз в год, если он там занимается только там зимним или летним содержанием дорог или там раз в полугодие он что-то закупил, а дальше он там есть в своей работе и его в принципе не интересует ничего. И здесь, собственно говоря, это для нас, да, актуальная проблема и здесь какие-то финансовые инструменты нам позволяют с этим работать, то есть давать какие-то сезонные скидки, потому что перед нами там стоит такой вопрос, как загрузки завода в не сезон. Для нас, да, это финансовые инструменты, то есть если там клиент покупает для нас в не сезон, мы даем ему какую-то определенную скидку. В строительном бизнесе получается вывод только на обслуживание в том инженерном системе? Ну, я не эксперт в этом бизнесе, поэтому я могу предположить, что да. Сейчас, да, можно я задам быстро. Екатерина Шибершина, вот у меня вопрос по сегментации клиентов, у вас было два слайда, можно поподробнее, по каким параметрам вы сегментируете клиентов и как различаются маркетинговые инструменты в зависимости от сегментации? Ну, собственно говоря, про последнюю стадию я, по-моему, рассказал, то есть… Там еще было ABC. По ABC, ну, то есть здесь скорее… Я не могу сказать, что отличаются маркетинговые инструменты, здесь скорее отличается та интенсивность, с которой мы обращаем внимание на этого клиента, то есть если это какой-то крупный игрок, который там содержит большое количество дорог, и мы понимаем, что мы с ним по какой-то причине не работаем, то мы, естественно, и со своей стороны там, я пытаюсь найти максимальное количество информации о нем, и мы требуем со своих менеджеров, чтобы они там разными путями пытались выстроить эти отношения с клиентом, потому что, собственно говоря, это потенциально очень интересный клиент, он может закупить большое количество техники. Я к тому, что у вас есть, например, какая-то стандартная работа, например, что с крупными клиентами вы обязаны контактировать, например, там не реже одного раза в месяц, или там отправлять им какие-то рассылки, не реже там одного раза в три месяца. Вы понимаете, то есть для нашего бизнеса контактировать там три раза в месяц, это, наверное, не очень хорошо, потому что, да, у нас рынок такой консервативный и сезонный, и там если мы начинаем звонить клиенту вне сезон, это не очень хорошо. То есть здесь скорее такие инструменты, как, ну, то есть мы проводим и для всех клиентов, в принципе, мероприятия на своем заводе, на которые они могут приехать, посмотреть нашу технику, пощупать, пообщаться как с продажниками, так и с нашей сервисной службой, посмотреть каталоги, там если они там подпишут определенные и возьмут на себя обязательства, то, что с ними ничего не случится, они могут на ней поездить. И это разные рекламные материалы, участие в выставках, да, мы также используем, естественно, и email рассылки, но в целом мы пытаемся быть ненавязчивыми в этом плане, именно в области email рассылок, потому что, ну, как показала практика в нашем бизнесе, это не всегда очень хорошо сказывается на отношениях. Почему? Может быть, от содержания рассылок зависит? В том числе, да, от содержания, и здесь мы тоже пытаемся, собственно говоря, то, о чем там говорили предыдущие ораторы, мы пытаемся сделать наши рассылки более информативными, не пытаться клиентам что-то продавать, а пытаться им рассказать что-то интересное. Поэтому, да, наши рассылки, они смещаются больше в последнее время в эту область. Спасибо. Вопросы? Дмитрий, а у вас вообще конкуренты есть? Просто по дорогам посмотришь, меркатор, меркатор, меркатор. Ну да, они, естественно, есть, но, видимо, мы хорошо работаем. А у вас вот регионально, как смотрим, у вас в Москве в основном, или вы вот по всей стране как-то там? Нет, мы по всей стране, просто в Москве, да, ну да, деньги есть, потому что у нас техника, она не дешевая, вот, поэтому, если смотреть бюджет Москвы там на содержание дорог, то, ну, на порядок отличается, ну, то есть это там бюджет, там половины, там можно взять половину каких-нибудь субсидируемых из бюджета регионов и там России, и, собственно говоря, Москву, и эти цифры будут равны. Соответственно, и бюджет на покупку техники, он… А у вас вот эти они, клиенты, больше тендерные, или вот, которые сами вам отзвонились, вот вы говорили, что там сезон начинается, и можно позвонить ему, что-то предложить, вот как вот распределение? Они разные, ведь у вас компания же там же через тендер все должно быть, или как? Они разные, но и тендер, он не начинается же, в принципе, с того, что клиент объявил тендер, и там мы на него вышли, а он начинается там до, о том, чтобы клиент о нас знал, и… То есть они сами стучатся, говорит, мы хотим вас. Да, естественно, из формирования какой-то потребности, то есть если клиент не знает о каких-то новых технологиях, а использует старые, но так и будет в тендерах прописывать там какие-то старые, устаревшие технологии, никогда не узнает о новых. И единственное, о чем вы, наверное, не рассказали, не знаю, есть ли у вас или нет, вы мероприятия проводите, там, не знаю, образовательные, там, когда техника сломалась, вы проводите там, не знаю, для механиков какие-то там, не знаю, вебинары или там оффлайн мероприятия. Что-то такое делаете? Мы их проводим в… И для привлечения опять же. В оффлайн режиме, то есть мы приглашаем клиентов к себе на завод и в течение там двух-трех дней у нас проходят такие сессии, где мы, во-первых, проводим клиентов по заводу, показываем, как весь процесс производства этой техники, потому что, собственно говоря, наше производство, оно выгодно отличается от большинства конкурирующих и по уровню технологичности и, в принципе, по чистоте, по тем нормам, которые приняты у нас на заводе. И, собственно говоря, клиенты могут увидеть, как эта техника собирается, они могут посмотреть на нее вживую, они могут увидеть даже наши складские запасы и они, если они подпишут определенные документы, смогут даже ее опробовать. Ну и, наверное, последний вопрос. Какой процент рынка у вас? Процент рынка, ну если по Москве он у нас там около 80%, то по всей России около 45% где-то по последним данным. ФАС еще не постучался? Ну, вы знаете, они периодически там стучатся, всякое бывает. Китайцы еще не появились? Китайцы появились, но они появляются как-то эпизодически, то есть я не могу сказать, что это какое-то поварное. То есть вообще не пахнет особо, да? Ну вы понимаете, у нас еще на рынок влияет такой фактор, фактор, как… КАМАЗ тоже жалуется. КАМАЗ жалуется? Ну, у КАМАЗа ситуация еще лучше, чем у нас. Ну, у него благодаря ВПК, а в основном… Ну и, собственно говоря, на нас еще влияет именно то, что у нас есть завод в России, и государственные клиенты, им очень сложно там закупить технику иностранного производства. И для того, чтобы там китайцам как-то выйти на наш рынок, им чаще всего либо нужно объяснить, чем их техника лучше, или что она… Лучше ли. Да, лучше, что она такого может сделать, чего не может наша, с чем у них в принципе, ну, чаще всего есть проблемы, либо построить завод. Ну, в принципе, на нашем рынке именно в области дорожной техники они представлены на данный момент достаточно мало. Понятно. Спасибо. И слово передаем моей давней знакомой с очень сложной должностью. Я даже ее зачитаю. Руководитель отдела маркетинга направления мастики и строительной химии. Мастики. Буду знать. Корпорация техники Оль. Ольга Исаева. Здравствуйте. Какая страшная вещь. Так, давайте мы с вами познакомимся еще раз. Меня зовут Ольга, компания техники Оль. И для того, чтобы нам с вами понимать друг друга немножечко больше, я задам вам некоторые вопросы. Кто из вас связан со строительной тематикой? Так, хорошо. Два человека. Супер. Скажите, пожалуйста, кто делал там, я не знаю, ремонт или занимался строительством, ну, год, может быть, течение года? Так, отлично. И самый крутой вопрос. Кто знает компанию Технониколь? Так, уже есть. Супер. В общем, расскажу вам сегодня о двух моих самых любимых вещах. Первая — это маркетинг. Вторая — это компания Технониколь. Основная вообще история в компании Технониколь — мы влюбляем. Мы влюбляем в себя своих сотрудников, влюбляем в себя своих клиентов, своих партнеров. Поэтому хочу вам показать небольшой видеоролик для того, чтобы влюбить также вас. Прошу вас очень внимательно его посмотреть, обратить внимание на нашу самую большую гордость — это наши производственные мощности. У нас 51 завод на территории России, СНГ и Европы. И, собственно, гордость в связи с чем? С тем, что это производство, оно российское, мы российская компания, но уровень настолько высокий, что наши партнеры из Европы и Америки приезжают проходить наши экскурсии, чтобы посмотреть, как устроено производство, посмотреть, как производятся материалы, чтобы протестировать их лично. Ролик будет 5 минут. Можем уже, в принципе, запускать. Да, и там звук. А теперь рассказывай все заново сама. Да, сейчас мы к презентации вернемся. Собственно, что мы посмотрели? Мы увидели производство, которое у нас есть. Эти производства находятся, которые в ролике именно, они находятся в Рязани. Каждый вообще клиент либо любой желающий может записаться на экскурсию и лично посмотреть, потрогать все. Ему все прекрасно расскажут. Они действительно в таком идеально чистом состоянии каждый день. Все производство автоматизировано. Соответственно, как бы, ну, на линии работает в среднем от 5 до 10 человек, в зависимости от того, насколько сложное производство. Собственно, кратко из того, что мы увидели. 51 завод, 14 производственных направлений. В прошлом месяце было 25 лет корпорации. У нас был огромный юбилей. Наши заводы и, собственно, штаб-квартиры, где находятся. Основная проблема вообще и, наверное, история, которая у нас есть, у нас порядка 3000 наименований продукции. И в чем сложность? Сложность ее продавать. Поэтому мы разработали системные решения. Я думаю, что для вас это ни для кого не новинка. Системные решения встречаются в нашей жизни огромное количество уже раз. Я думаю, это уже избитая история. Но, в частности, для нас это стало бонусом. Почему? Потому что… Сейчас. Системные решения. Первое. Это экономия ресурсов для компании, для нас, как для производителя. Увеличение продаж. То есть мы не продаем один конкретный строительный материал. Мы продаем комплекс. И, соответственно, комплексность отгрузки. То есть мы с завода отгружаем одну или две фуры, которые идут уже непосредственно на строительный объект. Что это дает для наших клиентов? Первое. Это гарантия надежности от производителя. То есть мы страхуем все наши системные решения, все наши материалы и, соответственно, даем гарантию. Второе. Это экономия времени и ресурсов. Клиент не ищет огромное количество это называется слои. В пироге, например, гидроизоляция. Он выбирает целиком всю систему. И дополнительные сервисы, которые мы ему даем. Если немножечко расшифрую. Категория у нас материалов называется «Хард». Я вас прошу очень задавать вопросы, потому что я думаю, что вам строительная сфера не очень будет близка. Категория материалов «Хард» в среднем человек, обычный потребитель, встречает эти материалы раз-два раза в жизни. То, что касается B2B, именно в строительстве, соответственно, это постоянно, это норма жизни. Все время выбираются разные системы, разные материалы, разные продукты. Просто если будут вопросы, что вы мне задавали, чтобы я не уходила. Далековато. Так, и собственно, то, что касается дополнительных сервисов. То есть мы продаем не только материалы, продаем не только системы, мы продаем с ними дополнительные сервисы. Первое — это инженерно-технический центр. Ну, поскольку материалы достаточно сложные, их достаточно сложно выбирать, к ним особые требования, поэтому есть все документации, можно пройти онлайн-расчет необходимого количества материалов. Все заключения — сертификаты. Служба технических специалистов. То есть у нас есть отдел, который занимается именно консультированием по всем вопросам, связанным либо с нашими материалами, либо со строительством. Также у нас есть проектно-расчетный центр, где можно все посчитать. Есть служба качества. Вот это отдельная история, на самом деле. Это наше очень серьезное конкурентное преимущество на рынке России, потому что такого сервиса ни одна из производителей строительных материалов компании не предлагает. У нас есть отдел, который, когда вы покупаете систему, он приезжает к застройщику, приезжает вместе с подрядчиком и вместе смотрит, как правильно монтируется материал, как правильно монтируется система. Соответственно, если все правильно, мы проверили, весь чек-лист выполнен, мы даем гарантию на эту систему, на этот материал. Второй раз мы приезжаем через некоторое время, когда уже эксплуатируется, проверяем, не течет ли, все ли хорошо. Если все хорошо, значит, мы подтверждаем и, соответственно, еще несколько лет мы контролируем, насколько правильно работают наши материалы на объекте. То есть это как раз-таки вот это самое постобслуживание в строительстве. И у нас есть строительная академия. Мы очень много говорили сегодня про обучение, про вебинары. Действительно, потрясающий инструмент, очень хорошо работает, с удовольствием им пользуемся. Мы обучаем подрядчиков, обучаем проектировщиков, заказчиков, продавцов, торговых партнеров. Дальше мы как раз к этому придем. Собственно, любимая наша история, наши четыре основные группы наших клиентов. Первое — это заказчики. Что мы для них предлагаем? У нас есть целый отдел по работе с корпоративными клиентами. Второе — это вот как раз служба качества, про которую я вам рассказала, которая помогает непосредственно уже заказчику, когда работы все выполнены, контролировать работоспособность всех систем. Гарантии, которые мы даем на наши материалы и на наши системы строительные и страхование ответственности. Тоже очень интересная история. Компания «Страховая Альянс» страхует ответственность. То есть в случае, если на объекте происходит какая-то авария по вине наших материалов, у нас есть страховой взнос, который покрывает эти расходы наших клиентов. Вторая группа — одна из моих любимых, потому что они являются косвенными нашими клиентами. Это проектировщики. Проектировщики не покупают строительные материалы. Они их закладывают в проекты. Соответственно, причем повлиять, как таковым прямым образом, мы на них не можем. Мы можем предоставить им сервисы для того, чтобы они сократили свое рабочее время. Например, мы предлагаем узлы. То есть при проектировании домов они просто вставляют готовые нами уже узлы в эти проекты. Соответственно, там прописаны строительные материалы. Проводим для них обучение, потому что опыт показывает о том, что проектировщики очень редко владеют новыми информациями о новых строительных материалах. Поэтому мы проводим в том числе для них обучение. И подрядчики. Подрядчики — это люди, которые напрямую влияют на качество наших материалов, когда они их монтируют на объектах. Поэтому очень серьезно подходим к их обучению. Это как и обучение в учебных центрах с их присутствием, с практикой обязательно. Это обычно 2-3 дня. Мы все рассказываем, все показываем. Они лично пробуют, издают экзамены. После этого они получают сертификаты о том, что они прошли обучение. И эти сертификаты очень востребованы как раз-таки у заказчиков. То есть заказчики хотят знать о том, что подрядчики — квалифицированные специалисты. Причем, например, если мы берем какую-то подрядную организацию, она является нашим постоянным посетителем учебных центров, потому что текучка среди строителей достаточно высокая. И мы можем сотрудничать с ними очень долго и очень много. Второе. Проведение шеф-монтажа. Например, бригада взяла заказ на очень крупный объект, и они не готовы выполнять такие сложные системы. Наши специалисты приезжают, показывают, как это правильно делают, учат их непосредственно на объекте. Так, инструкции. Вот здесь еще очень интересная история. Мы создаем инструкции в России на разных языках. Мы все с вами прекрасно понимаем, что в основном строители это не представители России, поэтому для их, для удобства, для правильности монтажа мы делаем на их языках инструкции. И, собственно, также для подрядчиков проводим расчеты по количеству необходимых для них материалов. Еще одна наша цель в аудитории – это торговые партнеры. У нас есть также отделы, даже их несколько, которые работают с торговыми партнерами. Мы делим их на оптовую розничную службу, на DIY и на дилеров, торговых партнеров обычно средних размеров. Предоставляем торговое оборудование, трейд-маркетинговые активности и также обучение продавцов. Тоже это постоянная история, обычно в формате вебинаров, потому что текучка очень высокая у торговых партнеров, но при этом продавцы должны быть квалифицированы. Никто не хочет купить неправильный строительный материал, потому что это обычно дорого и это надолго. То есть, ну, если вы строите дом, это там, ну, лет 50. Вы бы не хотели задумываться и вы ремонте лет 50, это точно. Еще одна группа, которой здесь нет, это сотрудники компании. На самом деле, очень важно и очень серьезно идет история о том, что ваш персонал должен любить вашу компанию. То есть, мы называем это укушенные. Когда мы настолько заражены своей компанией, мы настолько ей гордимся, настолько хотим рассказать об этом всем, что это вот как укушенные, как, я не знаю, как зомби, как вирус какой-то. А государство в заказчиках? Бывает такое. На самом деле, это проходит в формате тендеров. Бывает, выступает, да, в формате заказчика. Собственно, если кратко, о том, что я вам рассказала. Основные у нас сервисы, это интерактивные сервисы, которые можно найти в интернете, либо, собственно, можем прислать вам по почте. Второе, это вся документация гарантии, все сертификаты, которые у нас есть. Третье, это обучение, это строительная академия, рекламные материалы, соответственно. И самые главные, как раз таки у нас идут отделы, отделы по работе с нашими клиентами. Почему выделила отдельно, хочу рассказать, потому что 25 лет, лидер в производстве строительных материалов, и наш основной инструмент, который позволил нам все это достичь, это как раз люди. То есть именно наши отделы продаж. Другого, наиболее эффективного инструмента мы пока не нашли, и не считаю, что найдем в ближайшее время в России. Могу с кем-нибудь поспорить? Собственно, эффективность. Здесь отдельная история. Связана она с компаниями, по крайней мере, с нашей точно. Есть некое недоверие со стороны наших руководителей, генеральных директоров, к отделу маркетинга и рекламе. Потому что в их понимании реклама – это нечто эфемерное, красивое, то, что можно выбрать, красиво показать, разложить. И основная наша задача – это доказать ее эффективность, что на самом деле бывает очень даже сложно, и это огромные баталии при защите бюджетов. Собственно, я думаю, что каждый из вас это проходил, каждый это знает. И основными решениями, которыми мы приняли в этом году, по эффективности рекламных инструментов. Первое – это мы уходим от печатных носителей в пользу интернет, в пользу электронных носителей. Мы переходим от СМИ к интернету. То есть мы отказываемся от журналов. Разумеется, это не идет речь о журналах, которые, например, РБК или ведомости, которые создают имидж наших учредителей либо имидж компании целиком. Но это достаточно редкое явление. Здесь больше идет о профессиональных СМИ, о журналах по строительству, например. Переходим к порталам и форумам. Переход от наружной рекламы к рекламе в интернете и использование инструментов, эффективность которых можно просчитать. Вот это отдельная история. На самом деле, компания развивается очень быстро. За последние пять лет мы приросли примерно на 20 заводов. и нам важно в рекламе показывать… Новых или купленных? Ну, купили, наверное, штук 8 из этих 20. Вот в основном в Европе, а построили в основном в России. Как-то вот так. Нам важно при выборе вообще какой-либо стратегии, при выборе маркетинга, рекламы, доказывать эффективность этих инструментов. Вопросы? Индустрия готова, да? Смотрите, здесь ситуация какая, еще раз я расскажу. У нас материалы hard. То есть, например, это специализированные строительные магазины. Это даже не Leroy Merlin. Но если вы вдруг придете в Leroy Merlin, вы видели там хоть буклетик, хоть один? Нет? Я видел. Это буклетик Leroy Merlin. Они сами их изготавливают. Это не буклет производителя. Расскажу почему. Потому что потребитель, когда подходит к полке, берет продукт, он смотрит его, соответственно, все должно быть на продукте. Он не будет дополнительно смотреть этикетку. Либо категория hard, то есть он не знает, что это, он никогда в жизни не покупал, он погуглит в интернете. Это то, что касается частного потребителя. То, что касается B2B, эти клиенты уже знают, что хотят. Они знают, для чего им нужен этот материал. Итог. У нас остается буквально один каталог, который мы приходим к торговому партнеру для того, чтобы презентовать ему нашу компанию, для того, чтобы презентовать ему ассортимент. Все. То есть, если честно, по итогам этого года печатной продукции у нас много миллионов. я даже не готова озвучить конкретно сколько, но мы приходим к такой истории. То есть для нас не видно эффективности, нельзя посчитать даже, как таковую. Выставки. Выставки в России. Расскажу вам историю. Основная история, почему компания участвует в выставках, чтобы заявить о себе, либо чтобы встретить торговых партнеров. К счастью, компания известна. Порядка 80% рынка мы занимаем. Фаск нам стучится каждый день, мы с ними дружим и живем. Соответственно, нам в выставках эффективно участвовать только на рынках иностранных. Разумеется, там мы и печатаем, но сейчас мы стараемся делать это в формате флешек, потому что носить с собой буклеты, каталоги, образцы клиенты уже не хотят. Им удобно просто либо взять какой-то маленький образец и понять, где скачать, где открыть, либо чтобы мы прислали это на электронную почту. Можно еще вопрос? Конечно. Ольга, расскажите, пожалуйста, подробнее о работе с проектировщиками. Вот обучение. Вы сказали, что на 2-3 дня бывают у вас обучающие мероприятия. Они платные и бесплатные. Как вы приглашаете проектировщиков? Вот о работе с проектировщиками. Обучение бесплатное. Проходят они в зависимости от того, какой курс выбирается. Один может быть дня, один день, два, три, в зависимости от сложности курса. И так и так происходит. То есть происходят рассылки с приглашениями, в том числе по незнакомым базам. Есть знакомые базы, есть сайт, который продвигается. То есть если вы ищете там обучение по таким-то материалам, у вас выпадает сайт, вы можете зарегистрироваться и, собственно, пройти обучение. Есть в формате вебинаров, есть в формате уже записанных каких-то презентаций обучающих. И есть также живые, когда можно прийти и непосредственно самим все смонтировать. Да, у нас порядка 18 учебных центров. В Москве есть в Люберцах ближайший, есть в Рязани, в Екатеринбурге, в Новосибирске. То есть, в принципе, есть еще три в СНГ. Есть в Украине, Белоруссии и в Казахстане. А еще в Италии. Это тоже наша гордость. Мы приобрели три завода в Италии. И, собственно, на базе этих заводов как раз сейчас учебные центры у нас открыты. Да? Расскажите чуть подробнее про интернет-порталы и форумы. У вас SMM-отдел где-то сидит, да? Нет, здесь еще одна история. У нас компания лидер по, скажем так, производительности труда на человека. Что это значит? Это значит, что, например, в моем подразделении у меня направление мастики строительной химии. То есть я занимаюсь жидкой гидроизоляцией и монтажными пенами. У нас там порядка восьми заводов. Есть три человека. Я руководитель и два менеджера подо мной. Все остальное мы делаем на аутсорсе при помощи компаний. Насколько практика показала, это значительно эффективнее. И это дешевле. То есть мы не платим ни аренду. Мы получаем ни одного человека, который занимается, или там успевает, или не успевает, его нужно контролировать. Мы получаем целую компанию, целый отдел, который все это делает. То есть вы покупаете на аутсорсе каких-то специалистов, которые, если вам нужно обработать N-форумов, вы им даете задания. Да, все верно. Они вам… Мы говорим, что мы хотим получить, какие наши предпочтения, соответственно, полную ТЗС, и смотрим уже результат. Спасибо большое. Вопросы? Далее. Все? Все? Хорошо. Тогда скажи мне, пожалуйста, у вас размер бюджета на маркетинге какой? Я просто посмотрел ролик, послушал тебя, думаю, там сколько… Да, или ладно, в процентах от общего оборота. Смотрите, у нас очень интересная история в компании. Мы… Компания большая, как вы поняли. Но при этом у нас бизнес разделен. Сейчас я буду рисовать, потому что это сложно даже, наверное, рассказать. И второй тогда, он связанный вопрос, а сколько людей тогда вообще в маркетинге? Ты говоришь, один человек вот ты, два под тобой, и там еще, наверное, несколько департаментов. Вот сколько вас всех? Вот это компания Технониколь. То, как мы ее видим. Она делится у нас на два таких чудесных квадратика. Первый – это производственный отдел. Это то, к чему отношусь я. Это то, что ролик мы видели. Соответственно, то самое производство. И второе – это торговая сеть. У нас есть собственная торговая сеть. Поскольку я к ней не отношусь, я про нее достаточно мало знаю. Знаю, что во всех крупных городах, знаю, что можно покупать. Достаточно большой и широкий спектр строительных материалов. Дальше производство делится на… У нас это называется СБЕ. Собственные бизнес-единицы. Либо направления. У нас их 14. В армии – это служебно-боевая единица. Да, да, так и есть. Собственно, в моем направлении, в отделе маркетинга, три человека. Это то, что я рассказывала. У нас самая маленькая СБЕ. Чтобы вы понимали. Остальные 13. Они значительно крупнее, более мощные, более уже такие взрослые в нашей компании. у них отдел маркетинга может достигать, так, чтобы вас не обмануть, ну, человек 15. Ну, это максимум. То есть, там есть направления, которые чуть больше, чем мы. У них также три человека, может быть, четыре, может быть, пять. Но максимум – это 15 человек. Причем это люди, которые сидят не в одном месте, они сидят в разных регионах России. Ну, нет, меньше, конечно. Меньше-меньше. Точно меньше. Более того, я вам честно скажу, я далеко не со всеми знакома. То есть, ну, вот максимум, кто, я просто из Питера, максимум, кто сидит со мной в Питере и в Москве, ну, в Рязани, потому что основная площадка. То, что касается бюджетов. Скажу вам такую историю. Ну, наверное, 0,05% от прибыли каждого направления уходит на, ну, может быть, больше, уходит на рекламный бюджет. Оборот компании в этом году составил 70 миллиардов. Оборот компании. От прибыли, конечно. А прибыль? Вот тут не знаю, прости, как бы, насколько это коммерческая информация. Могу сказать, например, о том, что у нас есть стартап, который, ну, как стартап относительно в производстве. Это монтажные пены. Они существуют у нас второй год. Мы планируем второй завод открыть, открытие второго завода в Алабыге. Их бюджет на первый год составил порядка 25 миллионов. Маркетинговый. Маркетинговый, да. То есть, ну, как бы… На что? Есть, конечно, история о том, что когда стартап нужно вкладывать максимальный бюджет, у нас нет такой истории. Мы считаем, соответственно, инструменты, которые мы хотели бы, как мы видим, что продвигается. И, соответственно, если это эффективные инструменты, мы применяем. То есть, еще за счет того, что сфера достаточно сложная, это строительство, это не продукты поседневного спроса, у нас очень узкая направленность. На что? На маркетинг, рекламу, на трейд. В основном, конечно, это трейд-маркетинговые мероприятия, потому что наша основная задача это попасть с монтажными пенами в торговые точки и дать. И второе – это списание готовой продукции на образцы, дать всем попробовать этот материал. Потому что рынок монтажных пен, мягко говоря, высококонкурентный. И причем, что самое, наверное, интересное, 60% этого рынка занимают импортные производители. Это первый пункт. Второе – все сырьевые компоненты монтажных пен привозятся из-за границы. В России не производятся. Буквально там есть один компонент, который недавно стали производить, но загрузка слишком высокая, в основном привозим из Европы. То есть вот с такими материалами тоже выходим на российские рынки. Скажите, для продвижения B2B, какие каналы, инструменты наиболее эффективны? Именно B2B. Я говорила, что самое эффективное, конечно, это когда наши менеджеры сами ножками приходят, договариваются, личная коммуникация… Да, да, личная коммуникация, конечно, никуда не деться. Второе – это трейд-маркетинг. Мы мотивируем наших продавцов, мотивируем… Поскольку торговые партнеры являются нашими клиентами, мотивируем их продавцов на продажу. Продукт сложный, и лучше всего срабатывает консультация в магазине, в точке продаж. Это второе. И третье – сейчас мы приняли курс на интернет. То есть будем развиваться именно в этом направлении. Форумы, порталы – это могут быть в том числе СММ, именно в формате акций, в формате мастер-классов, привод. Очень интересная история. Наши подрядчики, которые пользуются материалами, они сидят в сети. Они сидят на порталах, на форумах, они сидят в социальных группах. Мы достаем их там. Да? Если я не ошибаюсь, у вас получают 14 команд, который обслуживает 14 разных направлений. А как вы решаете проблему с кросс, когда сообщения маркетинга не могут дублироваться или противоречить друг другу, конкурировать? У нас есть конкурирующие… Нет, у нас так не принято говорить. У нас есть материалы, которые могут быть материалы-субституты, материалы-заменители. На самом деле есть. У нас четко идет распозиционирование в зависимости от объемов продаж. Например, рулонная гидроизоляция и полимерная гидроизоляция. Сложные слова, я думаю. Но это одна и та же гидроизоляция. Она одинаково прекрасна и хороша. Но рулонную очень сложно уложить на большие объемы, на большие кровли. А полимерную наоборот. Соответственно, у нас четкое распределение по сфере применения. То, что касается совместного продвижения, это тоже такая достаточно интересная история. У нас, поскольку есть системные решения, мы продвигаем системы. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть корпоративный центр. То есть люди, которые согласовывают в итоге выход каких-то крупных акций, либо выход каких-то пиар-статей, например. То есть которые отвечают за образ компании в целом. То есть я правильно понимаю, у вас есть какой-то супервайзер, который принимает конкретное решение уже после того, как вы согласовали с другими субпродуктами. Согласование – это да, это целая история. Согласование, думаю, что у вас больная точка. Это больная точка, на самом деле, потому что согласований очень много. Есть заказчики, которые заказывают, руководители направлений. Соответственно, есть корпоративный центр, который в итоге согласовывает, и потом уже все это выпускается. Это до того, как было согласовано все это в бюджете, в плане, потому что нужно прочитать эффективность и доказать, что этот инструмент нужно использовать. А какие-то решения программные вы при согласовании используете? Ну, то есть, какую-то софтину какую-нибудь, трело, я не знаю, что-нибудь. Все почтой и ручками, да? Аутлу. Это самый быстрый, кстати. Это самый быстрый способ. У нас есть два ресурса. Первый – это SharePoint. Второй – это портал. Собственно, там хранятся все наши документы, все наши материалы, там все таблицы, там можно проводить все согласования. Собственно, вот два инструмента. Да, да, по сути, да. Хорошо, я тогда воспользуюсь своим правом. Последний вопрос. Сейчас у более-менее крупных, крупных компаний, можно сказать, в моде, наверное, создавать свои акселераторы. Вот я сказала стартап. Во-первых, стартап, он у вас вырос из вас? Или это вы, не знаю, инвестирули в кого-то? И думаете ли, или может быть уже есть, есть ли что-то, акселератор какой-то для стартапов, которые придут к вам, скажут, вот вам наша гениальная идея, давайте работать? Как с этим? Вот, кстати, интересная история. У нас компания очень легкая на подъем. Мы берем идеи как от собственных сотрудников. То есть достаточно просто. Есть регламент, в котором прописано, что если у меня родилась какая-то идея, я должен выполнить вот эти действия, отправить вот этому человеку, и мое письмо, моя идея будет рассмотрена, и я могу стать руководителем этого направления. Второе. У нас есть действительно наши партнеры в научных центрах. Это могут быть торговые партнеры, это могут быть, ну, в принципе, любые партнеры, которые могут сказать, у меня есть идея, я хочу сделать вот это. Мы готовы это сделать, мы готовы это рассмотреть. Собственно, это то, что касается производственного сектора. То, что касается торговой сети, я здесь уже знаю, что многие знают Игоря Рыбакова, ну, или, по крайней мере, был комментарий, что кто-то знает, это учредитель компании Технониколь, который сейчас, собственно, действительно занимается тем, что он развивает стартапы. После ролика его, наверное, уже многие знают, который сейчас по телевидению. Да, ну, да, возможно. Собственно, это достаточно опосредовательно относится к компании Технониколь в целом. Это его фонд. Он вкладывает там свои денежные средства вот в эти самые стартапы. То, что касается завода монтажных пен, у нас есть такая традиция по выводу новых продуктов. Для того, чтобы понять, насколько рынку нужны эти продукты, мы сначала покупаем их на контрактной основе и продаем под своей маркой. Если мы понимаем, что рынок готов, что спрос есть, мы открываем заводы. В данном случае завод монтажной пены, и первый и второй – это построенные нами заводы. Отвечаю я на твой вопрос. А как вы видите ли рынок? Да, да, так и есть. То есть, соответственно, закупаются промышленные объемы продукции под нашим брендом, в нашей упаковке. Также идет реклама, разрабатывается маркетинг полностью, все для продвижения. Мы продаем в среднем год или два. Если есть уже какая-то отклик-обратная связь о том, что это необходимо, мы строим завод. Вы таким образом продвижения можете ли вы это продавать? Да, да, да. Объясню, почему у нас есть сформированные каналы продаж. Соответственно, мы уже сейчас тратим на них достаточно мало сил и вложений, потому что они у нас есть. Собственно, и в этих каналах продаж мы просто развиваем количество продуктов. А какая доля продвижения продаж системных ваших предложений решений? Здесь сложно, потому что у нас продажи делятся на B2B и B2C, соответственно, в B2B процент системных решений. Ну, если честно, где-то, наверное, здесь тоже история такая. Например, у нас есть системные решения для кровель, которые включают в себя вату, там полимерную изоляцию, ряд слоев. Но дело в том, что вата никогда не хватает. И когда это просто на самом деле бич, это очень востребованный материал, который мы производим у нас уже там что-то в районе 15, по-моему, заводов ваты, и все равно мы не можем покрыть весь рынок. Поэтому наши потребители покупают, берут нашу систему целиком, но вату меняют на другого производителя. Если учитывать эту историю, то в среднем, наверное, процентов 60 у нас продается именно системных решений. Остальное, да, уже по материалам. Хорошо. Уже в кулуарах. Все, еще три спикера. Оля, спасибо.